Воздушные острова Магнитно-резонансная томография помогает увидеть организм изнутри. Но прежде это были статичные изображения. А недавно создана технология, которая позволяет создать видеоролики с работой органов. Необычные видеоролики были опубликованы на днях Институтом биофизической химии имени Макса Планка. На них работа языка и голосовых связок, а также сердца легких и диафрагмы. Технология с названием МРТ реального времени. Разработана профессором Йенсом Фрамом из Института в Геттингеме, Германия. Разработка номинирована на премию европейских изобретателей, вручение которой состоится в следующем месяце в Париже. Команде ученых под руководством профессора Фрама удалось усовершенствовать процесс получения изображений с помощью магнитно-резонансного томографа. Прежде был сконструирован аппарат со скоростью съемки в 100 кадров в секунду. Теперь же частота кадров в таких роликах увеличена до 10 тысяч в секунду. Видео МРТ открывает довольно широкие перспективы для использования в медицине. К примеру, многие виды малоинвазивных хирургических операций проводятся с помощью рентгеновских лучей. Но с помощью МРТ реального времени можно минимизировать вредное воздействие на организм пациента. Кроме того, с этой технологией можно наблюдать совместные движения разных органов. Это также поможет врачам понять, почему пациент испытывает боль. Геймеры – народ привередливый, во всем не угодишь. Но создатели игры World's Adrift, кажется, придумали, как сделать видеоигру, которая понравится максимально большому количеству игроков. И как в определенной мере облегчить себе работу по созданию виртуальной забавы. ММО «Песочница» – так называют эту компьютерную игру на профильных сайтах. Потому что компания-создатель позиционирует ее, как созданную сообществом. И потому что и в самом деле около 50 тысяч геймеров приложили руку к разработке дизайна, сюжетов, даже локаций в этой игре. На днях Boss Studios выпустила World's Adrift – фазу раннего доступа. Это означает, что любители виртуальных забав могут ее скачать и начать играть. Правда, это сырая версия. Возможно изменения. Именно возможность поучаствовать в разработке игры в компании называют уникальной чертой World's Adrift. Сюжет предполагает, что геймер создает летающие в воздухе острова и инфраструктуру на них. А еще конструирует дирижабли и с их помощью осваивает игровое пространство. Компания привлекла значительное количество игроков в возрасте до 15 лет. Большинство же соавторов и геймеров старше 28 лет. Эта огромная команда создала 10 тысяч воздушных островов, 450 из которых будут представлены в первом релизе. Это отличительная особенность. Пользователи еще до выпуска первого релиза определили многие черты игры. От ландшафтов до физики движений персонажей. Для создания многих элементов этой ММО-игры использовались облачные сервисы для размещения данных лондонской Improbable. Год назад компания Bossa Studios получила 502 миллиона инвестиций от SoftBank Vision Fund. Что косвенно свидетельствует, что проект может и в самом деле стать весьма популярным. Авторы World's Adrift, кажется, хотят создать продукт, который понравится всем, и переплюнуть Minecraft. Вторую по количеству проданных копий за всю историю видеоигр. Тетрис не в счет, это не мультиплеер. World's Adrift — это всесовместное творчество. Люди сейчас создатели, креаторы. Они создают фото для Инстаграм, видео для Ютуб. А в нашей игре они будут создавать острова, локации, воздушные корабли и взаимодействовать друг с другом. Смотрите хай-тек и создавайте новое. Мы расскажем о вас в эфире. На сегодня все. До встречи.